христос воскрес дорогие подписчики всех поздравляем со всеми праздниками которые были у нас на предыдущей неделе и сегодняшней малой пасхой с продолжающимся днем воскресения христова и сейчас к нам присоединится отец и я кривов и мы поговорим на надеюсь очень важные темы и от батюшка ответит на ваши вопросы которые вы сможете задать на протяжении всего прямого отец илья отец илья здравствуйте здравствуйте воистину воскресе ну давайте приступим не будем терять наше время и время наших подписчиков которых пока нету правда только присоединяются я как вы провели службу все хорошо да слава богу господь грехам терпит погоду посылает приемлемую вот почти вот безветренную так что служим с удовольствием не было чуть побольше людей чем в прошлый раз но причастников был также немного именно поэтому пробовать опять была немножко на с этим уклоном и призвали верующих причащаться до откликнуться на тот призыв который господь через священника обращается каждому придите идите вот и в сегодняшней неделе как раз вот лишний повод задуматься о причастие но об этом поводу не поговорим чуть попозже ну да вообще перед началом нашей беседы хотел вас спросить какие чувства вас посещали может быть начале служения или сейчас до сих пор на кладбище вы ведь служите на кладбище и видите там могилы эти пасхальные дни мы слышим слова что христос воскрес и что мертвым в могилах даровал жизнь вы представляете что когда-нибудь настанет тот миг и на этом кладбище в том числе могилы разверзнутся и восстанут христиане да вообще кладбищенские храмы тем они хороши они напоминают на мое вечное о том что жизнь скоротечно все мы рано или поздно встретимся с господом пристанем перед ним и но у нас кладбище немножко пострадало в советское время как таковых надгробий захоронений практически не осталось и это не так легко увидеть да но служил других колбических храмах довелось служить видел эти вот кресты которые таким немым укором смотрят на себя в твою душу заставляют как-то задуматься как-то взбодриться и более активно заняться в духовной жизнью потрудиться на этой дне христовой здорово мы еще раз всех тех кто из елабыги приглашаем на богослужение который отец илья проводит с прихожанами на троицком кладбище в самом центре старой части елабыги приходите воскресенье и мы уже переходим к сегодняшней теме вся следующая неделя получается у нас называется ну вернее сегодняшнее воскресенье называется неделя о самарянке да ты если в русском переводе вот самарянка это женщина которая была набирала воду и вдруг ей встретился пророк как она подумала да человек который знал про нее все и какие какой-то странный разговор христос ней провел сама самарянка как мы понимаем до конца не не очень поняла вообще о чем он о чем он там вел речь вот но этот разговор был записан евангелистами вот уже 2000 лет церковь рожевывает эти слова христа и говорит что вы в этом диалоге очень глубокий смысл вот отец илья что самое такое главное вы для себя почерпнули сегодня когда читали евангельское чтение что вам сердце пронзило первое конечно это то с чего это начинается да о чем идет речь кто такая самарянка то такая же это женщина и вообще о том какие были отношения в том древнем мире к женщине и коноверцам израильский народ потерпел довольно таки тяжелые испытания во время своей истории и из 12 колен израильских только двое два колена иуда и вениамина сохранили веру в истинного бога вот остальные попали когда вы верни и эти два колена попали в иерусалиме вавилонское пленение и они были в плену то на остальных землях пришли язычники варвары которые потихонечку ассимулировали с теми тем кто там жил ну вот и они стали забывать истинного бога стали поклоняться иным богам стали таким за язычниками и по возвращении и израильского народа в иерусалим они вот уже прекратили с ним общение да как вот мы сейчас с вами тоже храняем себя от общения с каким-то сектами какие-то похожими течениями отличными от нас отличающимся также и они это вражда была настолько непреклонна что иудеи и в то и по тем и по их территории не ходили или бог вообще не входили чтобы не дай бог не почерпнуть за них их их ложные учения и соблазниться и так далее то есть это было таким вот законом табу да так называемым запрещено было общаться вот так же и женщины женщина в то время были на немножко в таком втором плане отходили лишь в присутствии мужчин женщинам отводилась задняя роль да и даже длительное время нельзя было разговаривать не то что с незнакомая женщина даже своей законной супругой то есть такое было не было такое положение у женщины и вот господь и вот своей проповеди своем земном служении вот разрушал грани а прежде чем разрушить неприязнь среди народов он в первую очередь разрушил неприязнь среди человек да друг другу и вот он стал как вот там написано евангелие шел в пути утрудившись выйти как там было написано что шел в полудину зной то есть самый такой жаркий период времени пекла колодца и обратился к женщине дай мне пить и она действительно удивилась и поразилась этому вот обращению на сказал даже об этом господу неужели ты иудей просишь у меня пить все она понимает эту вражду она понимает свое положение свою невозможность общения не только с мужчинами и тем более с мужчинами иудеями но господь эти вот препятствия разрушает то есть это вот первое на чтобы хотелось обратить внимание второе на то что господь в этом евангелии показывает что он истинный человек ведь были многие ретики и раскольники которые говорили о том что господь был несовершенным человеком он просто наделал какую-то маску но он был только богом ничего человеческое было ему не присуще вот здесь мы видим что все человеческие качества человеческая немощь слабость он не был ее лишен он тоже хотел пить хотел есть он плакал когда ему было больно когда вот он узнал о своем усопшем лазаре заболевшим друге вот он как написано прослезился и так далее то есть здесь пока что был настоящим человеком и обратился к ней не как творец к созданию как человек проявив смирение и научая и на с вами вот этому смирению и друг упаковывать и что характерно господь несмотря на то что он был человеком все-таки был богом человеком и и не раз он проявлял чудеса знамени какие-то да допустим насытил народ питью хлебами пять тысяч или так далее в сша умерших но для себя никогда нигде ничего не делал и вот здесь бы да имея голод и жажду ведь о голоде тоже идет речь потому что ученики его оставили одного и пошли в город за питанием чтобы они понятно что он тоже хотел есть он бы мог одним своим словом сделал так чтобы развелась камень гора и он потекли потоки его там мог бы напиться или хотя бы он мог бы попустить дождь и хотя бы просто знамену более прохладную погоду построил облачком не солнце затянул на ничего не сделал и не только здесь но в течение всей своей жизни никогда ничего господь не делал для себя все он делал для людей и здесь опять же пример того как мы должны жить ведь апостол павел говорит о том будьте подобны мне как я стараюсь быть подобным христу то есть вот оно подобие которому должны стремиться жизнь не для себя растворяя своих хотениях своих и желаниях жизнь для своих ближних чтобы им было лучше для 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 их спасения да то есть вот пример того как мы должны себя вести и господь в этом коротком евангелии вот в двух предложениях мы уже с вами которые сегодня были в ангелии нашли две очень важные мысли которые господь через это нам являет во-первых стирает грани противоречия между народами стирает вражду неприязненно с людьми возвращает величие женщине которую было утрачено да которую такое положение в мире она занимала и что еще замечательно господь ходил проповедовал ночью он прибыл на молитве так примерно молитвы а весь день уделял внимание тому что проповедовать слово божье да свою благую весть и обычно его ухудшало большое количество людей и господь говорил большому количеству людей но сегодня мы видим что господь не только на масса работает но индивидуально каждому каждую ищущую душу каждого стремящий в себе он не прогоняет но уделяет ему внимание и разговаривает с ним и вот этот вот предлог дай мне пить это был повод для того чтобы ну завести разговор чтобы обратить внимание и и так далее то есть обращается к каждому и вот и мы с вами тоже в течение нашей жизни порой подобные самарянки в знойный день утомивший свои каких-то трудов тоже можем услышать призыв господа до обращены к нам или читая евангелие или проходим ему не имущего или просто дело что-то мы должны быть чуткими вдруг господь к нам обратиться дай мне пить или дай мне есть ведь это потом он спросит на страшном суде когда сядет на престол славы разделит по правую левую сторону и буду спрашивать был голоден не напоили меня то есть опять же еще одна важная мысль в этом евангелии о том чтобы мы были чутки и господь обрящен каждую душу а то что женщина была ищущей а вы это мы поймем чуть попозже стремящийся к богу да а то вот про самарян рассказали и вот самаряны у них не было общения с иудеями они были языческие и язычниками но тем не менее тоже верили в израильского бога может быть потому что их прадеды патриарх отец яков яков вот веровал в истинного бога да и ведь они старались тоже это веровать на веровали постольку поскольку и и иерусалим и иудеи молились в храме иерусалимском они молились на горе который вот был молились их процессе вот она об этом тоже господь говорила давайте переступим к следующему вопросу и там подробнее будет следующий вопрос наверное самый ну самая суть этой проповеди вот ведь наверное каждое евангельское чтение я хотел на что обратить внимание что вот к великому посту мы готовились в том числе и евангельскими чтениями там была неделя азакхеи недели там аматыри фарисеи все это нас готовило к посту в самый великий пост воскресенье тоже были отмечены какими-то воспоминаниями там то был иоанн лествичник то еще что то и вот сейчас эта традиция не кончается как бы церковь нас призывает чтобы мы и время от пасхи до святой троицы проживали как-то смысленно и каждой неделе нас готовят к празднику пятидесятницы вот и каждой неделе как-то по-особенному называется и вот и сейчас у нас неделя о самарянке и вот господь там сказал что он же просил воды и сказал это женщине что сейчас я вот открою что у него есть живая вода вот и что сама женщина по сути должна просить у него этой воды это такая необычная вода как живая вода из сказок да он говорит что всякий кто пьет эту воду которую я дам ему тут не будет жаждать вовек и эта вода сделается для него источником текущим вечную жизнь то есть какой-то странный в воде говорит христос вот мы знаем из толкований что это вода это вода святой дух которого господь в день пятидесятницы послал своим ученикам могли бы рассказать что вообще это за святой дух если он у нас у крещенных христиан и если есть что это обозначает как можем его почувствовать ощутить а если нет как же нам этой воды достичь где ее взять почерпнуть ну да действительно это очень важный элемент сегодняшнего сегодняшнего ивановского повествования который призывает нас к поиску этого живительного обнаружения и внутри себя и если мы посмотрим сам текст евангелия то после того как женщина возмутилась удивилась тому что как ты против у меня пить что господь и ответил что если бы ты знала кто перед тобой сидит и просит пить ты бы сама знал бы тот дар который можешь получить то есть он как раз говорит об этом об этом даре господь как пишет на евангелии путь истинной жизни и поэтому когда мы становимся членами церкви христовой она нас входит благодаря дару духа святого время крещения кстати опять же присутствует вода вообще вода имеет такое скроментальное значение и в евангелии и в священном писании ветхого и нового завета ей делятся большое внимание до сначала когда господь только сотворял небо и землю земля была безвидна и пуста и дух святый носился как говорится ну там из евангелия и священном писании с пяти же мессия то есть над водой это то есть да над водой освещая ее также мы видим что как вот и господь омыл пряной грех то есть водами потопа был смыто сквер на которое возвращение на народа который покрыла собой весь мир да также моисей по обращению богу источину развес скалу как только текли воды и так далее сводает такое значение когда мы с вами становимся христианами мы погружаясь в купель а убираем движение греховное рождается жизни вечной и посреди и после таинства миропомазания когда нас помазать миром у нас исходит благодать на духа святаго мы слышали поговорку все одни миром мазаны мы думали что это идет о чем речь идет именно об этом мире которые используются время конец миропомазания ощущение помазуя в определенной части тела человек и будет печать дара духа святаго как бы запечатлевая схождение двух стагана налог на глаза на ноздри на уста на уши и тем самым как бы освещая все наши пять органов чувств до помазует грудь в исцеление души и тела до схожей благодати руки и ноги что все наши поступки и действия были согласны всем господним поэтому схождение духа святаго на каждое нас она конечно было другое дело что мы с вами этого могли не замечать могли не замечать утратить расплескать да будем так говорить ведь и женщина когда удивилась об этой воде она сказала что за вода такая и ты и почерпала не имеешь и неужели ты больше отца нашего ракова то есть она уже начинает паспудно понимать что впереди не просто путник жаждущий странник не просто иудей а какой-то великий пророк ну вот и потом господь уже открылся что этот мессия и вот она после того как увидела услышала о этой воде живой захотела ее принять например она хотела опять же до конца не понимая что это такое но думал что это какая-то такая чудо вода который избавит ее от лишних трудов от лишней каких-то отличные заботы постоянно вхождение в этот далекий в доносной сень тяжелой этой воды она думала о чем-то таком чудесном но мы тоже порой его подавляемся и мы тоже порой приходя в церковь ждем от бога чего-то такого чудесного чтобы избавил нас от каких-то от нашей работы чтобы само собой все получалось чтобы избавить нас от их трудов а господь не к этому призывает и вот здесь дальше в евангелии и почему так подробно и масказы просто исходя из евангелия понятно о чем идет речь да и вот потом господь ей говорит иди и переведи своего мужа на что она говорит что мужа у нее нет правильно так сказала имела пять мужей и тот который ты имеешь ты не муж по толкованию все эти вот эти пять мужей эти пять органов чувств которые которым покорен ну который власть над человеком которые его отводят от истинного бога а господь господь он обращает душе к саморенение обращается к ней как к своей невесте и через дня обращается каждому из нас ведь церковь христова да это тело господя во который христос и все мы части все мы члены церкви христовой часть тела господи и членом передание именуется как невеста христова церковь поэтому каждая наша душа может быть вот и небесным жениха и вот эти пять дев одессе дев юродивы до которые вот опять же в евангелии мы сразу когда с вами вспоминали они тоже вот пришли на брачный пир к жениху под этим конечно же разумевается нас небесный жених да господь которую мы должны принять и встретить и вот она не имела этого мужа занималась блудодействиями но вот эти блудодействия конечно образно подразумевается не просто вот срамный грех которые совершаются плотские а именно духовно забывая истинного бога увлекаясь другим богами это тоже в верхом завете имена вас как плод деяние и израильский народ сравнивался как с блудницы которая постоянно избегает своего мужа и уклоняется каким-то другим мужьям до другим мужьям вот и здесь вот господь к ней обращается что вот душах самарян на самаре ныне ты имела пять мужей которые тебя отвлекали от истинного мужа который ну который ты должна была искать и она вот это поняла приняла свою греховность появила плоды покаяния то есть признала себя грешницей и вот после этого после этого господь ей открыл что он есть мессии тот который пришел спасти мир и вот и мы такие братья сестры мы тоже должны стараться делать так чтобы наша душа чтобы наша душа уклонилась от этих вот иных мужей грехов от страстей и устремилась к истинному небесному жениху господу и вот тогда тогда мы будем себе иметь этот вот источник воды живой который никогда не иссякнет и не никогда не будет иметь жаждовой век ведь наше тело стоит ну мы человеки люди стоим двух страны как минимум состоим из души и тела тело оно земное оно тленное плотское создано из земли и поэтому питается тленным земным пищей телесной да а есть душа которая бессмертно небесная и поэтому пища ей должна быть небесная да которую господь красный призывает и постоянно к нам ее вкушать и когда мы пытаемся накормить душу чем-то земным каким-то земными благами земными какими-то явствами то это безрассудно потому что они разнополярные и как бы мы не пытались ее напоить накормить она останется голодна и это очень заметно на по отношению к нашим грехам по нашей душе по нашей жизни когда мы с вами замечаем порой что вроде бы всю жизнь у нас с вами есть но чего-то как будто бы не хватает вроде бы поели попили а пустота осталась вот это что-то от того что душа этими временными внешним местами напевает и вот в священном писании псалтыре есть такие слова как олень желает на источники водные то есть на водные источники так душа моя стремится к тебе господи кто это пишет какой-нибудь нищий который не имеет средств к пропитанию или кто это пишет царь давид который был царем мудрым тот который имел богатство который имел войско который имел все но душа у него все равно стремилась к господу и вот этот вот поезд душ стремление к богу он выдал такими словами тем самым показывая что наша душа она стремится к богу также как олени стремятся к водным источникам и вот и мы должны стараться чтобы наша душа стремилась богу и мы должны давать душе бога чтобы давайте пищу небесную и вот потом когда дальше ученики шли к господу и стали предлагать ему на пищу которую они купили то опять же господь говорит почти те самые слова что имеет пищу другую до не которую он сказал чтобы сотворить волю пославшего отца также и жене говорил что вода которая не жаждет своей вот помни об этом нам это понятно какой воде идет речь где эту воду искать как ее в себе сохранить и как ее пить как она в себе действует вот из этого из этих слов я вот уже вы рассказали пересказали да что было более понятно для всех для нас это евангельский отрывок вот последний вопрос которым бы я хотел резюмировать сегодняшний прямой эфир такой вы сказали что вот та вода живая который христос метафорически говорит что он не может всем дать на этой женщине может ее дать это дух святой мы знаем что этот дух святой был неспослан на апостолов в день пятидесятницы праздник который мы ждем в день с той троицы будем это вспоминать и апостолов мгновение ока изменились они до этого боялись сидели там закрытой комнате а тут они вышли на крыши стали проповедовать и 3000 человек там присоединилась они не знали были хими-то ну не умными ну как сказать мало просвещенными рыбаками тут они стали разговаривать на разных языках и говорить какие-то там шикарные проповеди простые но доходящие до людей то есть мы видим сколько даров святой дух как бы так принес в сердца этих людей но вы сказали что каждый из нас во время крещения тоже получает печать святого духа но когда меня например крестили я не научился сразу там разговаривать на разных языках и я не стал мне кажется смелее 2 каким я был там мальчиком таким и был маленьким вот а в фрадигме нашей земной жизни не спасла ни духа святого от этой живой воды что означает к почему мы не чувствуем никаких себе изменений и если они вообще в нос и как их себе обнаружить может быть за них бороться нужно всю жизнь ну в первую очередь наверное наверное в малолетстве да когда были еще совсем юными и не умели разговаривать и проповедовать и возможно просто мы не помним того чувства духовного подъема открытого ока да которые нам приоткрылась во время нашего крещения ну вот допустим если говорить про нас да я тоже был крещен в молодом возрасте да где-то я даже не помню сколько мне было лет не помню этого события но я помню это событие когда меня рукополагали во священники да в дьякона священники во время кто тоже исходит благодать стага духа немощная ворочующее укрепляющая и вот там вот я почувствовал такой вот чувство которое трудно объяснить было какое-то беспристрастное состояние умиротворение будем так говорить то есть обычно когда мы что-то либо делом с вами нас собирают какие-то мысли желание хотения мы думаем о будущем думаем о прошлом и о чем-то другом в то время я не помню ни одной мысли которая посещала мою голову было только ответственность и понимание предстоящее предстояние перед богом и какая-то вот эволюция духовной жизни до после этого я скорее всего не смог бы проповедовать не смог бы наверное говорить на иными языками но с другой стороны мы сейчас с вами тоже может быть не так явственно но будучи священным служителем или будучи просто христианином мы свое время в жизни тоже встречаем многих людей которые тоже говорят иными языками которые может быть не иностранными но иными которые нам чужды да и понимая их находя их слова утешения или слова код поддержки или просто рассказывай о боге им понятным языком это тоже дар языков это тоже иные языки и допустим да апостол павел говорил с цельными был как эллин судьями как и узей но это не значит что он разговаривал с ними на одном и другом языке он просто находил подход уместный к тем или иным качеством вот и здесь да и господь с одними говорил так с другими по-другому для привлечения одних он творил чудеса для других не говорил вот и вот сегодня да допустим в этом послании ивановского апостол господь говорил что увидел что у нее было пять мужей отметил вот это вот ее составляющие души на то что нагрешет он мог бы свидетельствовать о своем величии как-то по-другому мог бы рассказать о каком-то другом ее сокрытым то что знала только она или хотя а их родители хаева или ну что-то либо другое мог ей рассказать но сказал он так а не иначе и вот и мы с вами тоже отправляясь на проповедь да ну или а христианинская жизнь это есть вся жизнь жизнь проповеди как написано на кресте вот сзади который мы носим образ буди верным словом делом жестием любовем то есть не просто словом просто благоставанием но и делом должен быть примером и и любовью из своей жизни то есть поэтому господь это вот дух святый который сошел на апостолах он имеет разные плоды иные пророчествуют иные благовествуют кто-то еще об этом говорил апостол Павел и и дары разные но дух один и тот же кому-то дано это кому-то другое в то время была потребность в даре дух святого который выражался в умении языков сейчас когда дарами языков обладают не только священнослужители да верных христиане но и обычными они могут спокойно выучить иностранный язык а я недавно слышал что один человек знал пять языков совершенствами владел почему бы и нет вот кому-то господь дает другие дары то есть дух один и тот же но плоды видны в разные спасибо эти цвет спасибо за воспоминания о вашем личном опыте вот и напоминание давно это было ну вот евангелие нам напомнил и о том большом призвание тоже рассказали до которой у каждого из нас есть чтобы вот ту благодать духа которую нам господь подпадал до в крещении миропомазание чтобы мы ее реализовывали вот и чтобы действительно как вы сказали только священник считал себя человеком который должен быть образом христа да для других но и каждый крещеный человек чтобы не забывал об этом что все что он не делает в этой жизни он или проповедует христа или наоборот отталкивает людей от него спасибо большое просим ваших молитв что все у нас тоже получалось спасибо ко всем также обращаюсь что в комментариях к этой записи если вы будете смотреть ее в записи да тоже можно оставлять вопросы отцу илье и также для тех кто будет смотреть на канале youtube а вопрос от судья можно оставлять и он ответит вам либо письменно либо может быть мы снимем какие-то короткие видео тоже с ответами его на ваши вопросы всем спасибо большое отец я спасибо хорошего вам плодотворной недели и до новых встреч ну да раз такая вот и на неделе мы заговорили расскажу немножко о том что у нас с вами предстоит мы пытаемся больше наполнить свое своим присутствием наш троицкий приход если раньше мы собирались с вами только по воскресным дням на богослужение на литургию но самое главное что может быть для христианина приобщение тела крови господней то теперь мы будем встречаться гораздо чаще нашими прихожанами которые очень заинтересованы возрождение этого места проявили инициативу чтобы присутствовать в вечернее время на 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 кладбище чтобы каждый желающий проект проект который хочет платить мимо мог познакомиться с историей этого места чтобы узнать о святых людях которые там похоронены отца павли просто о знаменитых людях нашего города то есть вот такой момент имеет место быть но и также мы с вами будем и собираться на послужение и вечернее время в пятницу вечером это будет небольшой молебен скорее всего он будет ну каждый раз разный целенаправленно на ту или иную какую-то нужду да врачу души телес или на благое дело или что-то еще вот а в субботу будем стараться совершать полноценное богослужение то есть наполнять свое место присутствие своим присутствием это святое место вот тем более летнее время этому способствует но так его долго ждали вот и одного раза богослужение явно и достаточно приложим больше этому усилий вот ну и тоже радостно но сам скажу буквально недавно вчера а в пятницу накануне праздника воспоминания о памяти новомучеников пострадавших в советское время на буддовском полигоне да мы получили устное благословение на продолжение строя ну строительство часов него именца павла тоже новомученика пострадавшего в годы гонений то есть пришло согласование проекта которые будущего вида храм часовни и действительно нас начинает такая платворная неделя которая вот нас позволяет но заставляет быть более активными и радостными вот и такие основы спасибо всех еще раз кто из дела боги призываем поддержать моды динамично развивающийся приход а царь и вот и кто чувствует такую необходимость поддержать приходите вот эти цель я очень добрый батюшка которому всегда легко подойти обратиться вот и наверное если у вас нет духовника человека которым можно запросто поговорить такого священника вот то вот в лице а цели можно его найти вот потому что он молодой в инстаграме сидит и в общем-то очень много свободного времени делать мне нечего да как говорится поэтому я телефон там скину можно всегда звонить любое время дня и ночи смс писать хорошо отец я спасибо благословите нас и мы будем помощи божьей божьего благословения старайтесь не забывать о том чему господь нас призывает откликаться на его призыв вот чтобы иметь жизнь вечную и стараться чтобы наша жизнь была похожа на христиан это очень сложно но это необходимо ведь в этом цель нашей жизни цель нашего существования просто есть и пить это удел бессловесных животных которые только этим занимаются а мы призваны к большему мы призваны к большему мы призваны к разделить славу с богом преобразить свою душу пораженную грехом для того до такой степени чтобы быть возможным достойным по мере нашего на возможности подойти к господу всех с праздниками братья сестры христос воскресе христос спасибо за беседу всем до свидания